Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это очередной выпуск «Мнение дилетанта». Несмотря на то, что он выходит 1 апреля, шутить я, конечно, буду, никаких розыгрышей не предполагается. Год назад я сделал первоапрельское видео и до сих пор получаю по этому поводу гневные комментарии, потому что 1 апреля прошло, а видео осталось, поисковиками проиндексировалось и, ну, в общем, чтобы долго не говорить, вот тут по ссылке в верхнем правом углу на видео ссылка появляется на мою первоапрельскую шутку прошлого года, можете сходить посмотреть. Ну, а нынешнее «Мнение дилетанта» посвящено авторскому праву. У меня есть небольшой чатик в Телеграме, тоже Лёша играет, кстати, рекомендую присоединиться, если вы хотите общаться вот в компании людей, любящих пошаговые стратегии. Адрес сейчас появляется в видео, где-то вот тут, ну, обычный telegram.me slash Lёша играет. У меня всё, наверное, про Лёшу играет, и в Дискорде у меня есть канал, и, ну, социальные сети. Так вот, у нас там небольшая компания, человек 20 сидит. Кстати, сразу предупреждаю, не стоит туда идти для того, чтобы мне какие-то вопросы задавать. То есть, это чат для общения, чтобы вы могли с другими людьми поговорить, у которых близкие с вами интересы. Так вот, там в один из дней зашёл разговор о том, что в Телеграме появился бот, которому можно задать запрос на название книги, и он сразу выдаёт ссылку на эту книгу, чтобы её можно было скачать на Флебусту. Это такой тоже пиратский сайт, где книги можно скачивать, извините за рекламу пиратства. И, в общем-то, зашёл разговор с тех пор про авторское право. Там народ стал обсуждать. Я в это время ехал в машине, выдал своё мнение, записав видео с планшета туда, и мне сразу сказали, Лёша, давай мнение дилетанта по этому поводу. Значит, по поводу того, что либералы должны быть против пиратства, я, правда, не понял, как вы перешли от пиратства к Крыму, но, конечно, совершенно верно, что я, наверное, против пиратства, и как создатель любого авторского контента, и человек, который много именно такого создаёт, я против пиратства. Тут надо, понимаете, понимать разницу всё-таки между пиратством и распространением контента. Потому что у меня куча всего, например, на том же рутрекере было моего, что я раздавал, что я не могу это закачать, оно занимает много места. А торренты – это такой способ распространения, когда ты не выкладываешь где-то в сети, тебе надо закачивать, а ты просто у тебя разместил на компе, а потом ещё много людей подсоединяется, и это распространяет. Это первое. Второе. Я, Берсиди, в Беларуси кучу всего не могу лицензионно купить вообще в принципе. Например, у меня ридер Нук. Вот в него встроена возможность покупки книг с платформы Barnes & Noble, но для жителей Беларуси это в принципе невозможно. Тебя просто не пропустят туда. Скажут, вы, блин, где-то хрен знает, где нахотите. Я хотя не знаю, можно ли Barnes & Noble вообще, например, из России даже купить. То же самое касается PayPal, например. Я не могу в PayPal зарегистрироваться и пользоваться им, где-то делать покупки, где только через PayPal возможно, потому что я нахожусь в замечательной стране Беларусь, которая является белым пятном для многих сервисов покупки легального контента. Поэтому я хоть либерал либералом, но я не буду изображать из себя честного человека и не скачивать пиратские вещи, которые я просто не могу другим путем получить. Это проблемы распространения контента. Это уже... Это не мои проблемы совершенно. Ну, проблемы... И, кстати, это в этом минус, что нету возможности много чего рецензионно купить. Потому что на этом строится еще много всяких бизнесов. И меня, например, как создателя обзоров к играм, да, меня, например, совершенно не устраивает, что люди могут пиратские эти игры скачивать. Потому что... Смотрите, какая цепочка есть в бизнесе. Если вы вынуждены платить за игру, да, которая вас интересует, то вы в первую очередь пойдете, посмотрите обзор. Не обязательно у меня, но посмотрите обзор. То есть дадите немножко заработать обзорщику. А потом, уже посмотрев этот обзор, решите, тратить деньги на эту игру или не тратить. А в пиратской цепочке обзорщики как класс типа отсутствуют. Вы либо пиратски скачиваете, играете и сами решаете, надо ли вам тратить на это деньги. Поэтому, естественно, я за лицензионное распространение. Я уже молчу о том, что есть куча бесплатных игр, на которые вы просто не обращаете внимания, если вы можете через тормты скачать вот эти пиратские штуки. Так что не надо вот здесь делать какую-то параллель. Если ты либерал, то ты должен... Конечно, законы должны соблюдаться вообще. Я вообще не понимаю, почему либерал, не либерал. А что, коммунистам не надо законы соблюдать или что? Или коммунисты считают, что чужой труд должен распространяться бесплатно? Это вообще не связано никак с вашими политическими взглядами. Все, я сказал. Во-первых, три года назад я уже что-то подобное записывал. Тогда у меня было мало подписчиков. Собственно, мой канал только начинался. И я уже писал такое вот типа мнение дилетанта. Тогда это называлось обращение к подписчикам. Про авторское право. Опять же, вот сейчас появляется ссылка в верхнем правом углу. Сходите, посмотрите. Но с тех пор многое прошло. И сейчас я уже еще лучше стал в этом деле разбираться. Поэтому опять я не скажу, что это мнение дилетанта. Опять же, это скорее мнение разбирающегося человека. Потому что я давно создаю всякие интересные штуки. И как автор мне тема авторского права важна. Ну и, собственно, разгорелся спор о том, что искусство должно быть бесплатным и доступным. Либо пиратство это хорошо или плохо. Вот я вас приглашаю в комментариях к этому видео тоже высказать свое мнение и поспорить со мной. Сейчас я скажу свое мнение. Естественно, я как автор, когда-то у меня была и музыкальная группа, и как журналист, который тексты пишет, и видеосоздатель. Я хочу, чтобы то, что я создаю, принадлежало мне. Как я это распространяю, это мое дело, согласитесь. Вот я создал это видео. Хочу я его выкладывать на YouTube и, например, показывать рекламу или размещать какую-то рекламу. Это мое дело, правильно ведь? Хочу я его продавать, например. Я запишу видео и захочу его продать. Шесть штук, предположим. Вот только мне так пришло в голову. Почему человек решает, какой-то левый человек, который не прикладывал для этого никаких усилий, не учился делать видео, предположим, да, не тратил время, чтобы в играх разбираться. Почему он считает, что он как-то может что-то с моим видео делать и присваивать его себе? Вернемся к тем самым книгам с флебусты. Кто-то писал книги, да, кто-то, автор, продавал права там издателям, и издатели вот сейчас хотят тоже что-то на этом заработать. И люди, которые не хотят платить за книги деньги, они всегда придумают себе оправдания. Там, например, почему я должен платить за это деньги, если книга мне может не понравиться? Вот это самая частая отговорка. Если игра мне не понравилась, почему я должен за нее платить деньги? Мне кино не понравилось, почему я должен за нее платить деньги? И вот тут самый важный момент именно для меня. Дело в том, что до появления интернета между потребителем и создателем была еще прослойка критиков. И я, например, себя считаю критиком в данном случае. Я делаю обзоры игр, вот это моя ниша, типа того, да? И прежде чем покупать альбом музыкальный, идти на фильм, если вы волновались, что вы зря потратили деньги, то вы читали критическую статью, какой-то журнал смотрели, ну, то есть много разных форм было. И решали уже, тратить ли вам деньги на это произведение искусства или не искусства. Или на мороженку лучше ее сохранить. Сейчас с интернетом люди предпочитают просто пойти скачать фильм и посмотреть. Причем оправдывают это, естественно, тем, что если мне фильм понравится, я обязательно на него схожу. Я не понимаю, зачем вам на него ходить, если вы уже его посмотрели. Или говорят, если мне игра понравится, я ее обязательно куплю. Ну, это, естественно, какие-то, знаете, одна сотая процента людей действительно после того, как скачает пиратское что-то, идет его покупать. На самом деле это просто такие оправдания для себя. Но проблема в том, что просто прослойка критиков уже постепенно истончилась, если хотите. Позакрывались многие игровые журналы, игровые сайты, так все они не очень по-важнесски чувствуют. То же самое касается и музыкальных критических изданий. Более-менее еще киносайты держатся, потому что там, ну, размещают у них рекламу. Ну, перешли на такой процесс генерации контента юзерами, когда они там тоже пишут какие-то отзывы и ставят оценки фильмам. Тот же самый IMDB, да, Movie Database, где куча, ну, самый популярный топ. До сих пор там побег и шаушенка интересы на первом месте. И я, как создатель вот такого критического контента, я заинтересован в том, чтобы вы не скачивали пиратские версии игр, а смотрели мои обзоры. Ну, естественно, я имею в виду не только себя, а вообще любых других критиков в данном плане. Там не нравятся вам мои видео, вы смотрите других критиков. И таким образом вы, во-первых, решаете, нужно ли вам тратить деньги на это произведение искусства. Во-вторых, даете заработать нам, создателям критических видеообзоров. И, в-третьих, не занимаетесь пиратством, собственно. Мое отношение к авторскому праву – это такое, что автор или тот, кто владеет этими авторскими правами, имеет право распоряжаться тем, что ему принадлежит, как ему хочется. И мы должны уважать это его право. Другой вопрос, что в очень во многих случаях мы просто не можем этого сделать. И тут, естественно, никто не будет осуждать пиратство. Вот в моем случае, например, я очень многое не могу, сидя в Беларуси, находясь, легально купить. У нас даже представительства Sony, по-моему, нету. Во всяком случае, когда у меня был телевизор Sony, я с удивлением узнал, что в Туркменистане представительство Sony есть. А в Беларуси, ну, какая-то маленькая на 10 миллионов страна. Зачем у нас Sony представительство? Steam считает, что такой страны, как Беларусь, нет. Мне предлагают, например, в Steam покупать за доллары игры. И в Беларуси, находятся те цены, выставляют хотя бы не в российских рублях. То есть у нас даже цены уровня Европы, типа, а не России, предположим. Хотя разделение на страны СНГ все равно есть. Купив в Беларуси игру, я не смогу ее запустить в ЕС. Легальных интернет-магазинов по покупке книг электронных в Беларуси, в принципе, нет. Есть просто интернет-магазин по покупке книг обычных. Я вот могу заказывать себе на дом. Электронных нету. Поэтому, если я хочу себе электронную книгу, я начинаю заниматься пиратством, собственно. И на самом деле все всегда упирается в удобство. То есть если правообладатели делают пользователям неудобно, то пользователи начинают заниматься пиратством. Это обычное дело. Сейчас вот даже в России уже появились многие интернет-кинотеатры, где вы просто платите какую-то фиксированную цену в месяц. Там вообще такие мизерные деньги. И с нынешним интернетом вы сразу просто можете выбирать все, что там есть, и смотреть. А там большой каталог. Ну или известные на весь мир там Hulu, кто там еще. Netflix. Netflix уже вообще даже свои собственные сериалы снимает. То есть превратился не просто в агрегатора видео, а в создателя. И вот вы покупаете смарт-телевизор, у которого есть доступ в интернет, в который уже встроено. Платите в месяц там какие-то 6 долларов. И уже имеете доступ ко всему этому видео. Вам не надо заходить на торренты, разбираться, как они работают, скачивать, потом это запускать. Вы этим ничем не занимаетесь. Вам просто удобно включить сразу возможность просмотра видео. То есть когда правообладатели разобрались, что им надо не с пиратством бороться, а просто понять, как работает интернет, взять его себе на вооружение, сделать пользователям удобно, они сразу начали получать прибыль. Поэтому вопросы пиратства в России, в Белоруссии, ну вот в наших таких отсталых странах в этом плане, и авторского права, они на самом деле только в нише законов и удобства. Ну опять же, есть же какие-то и российские такие интернет-кинотеатры, там Иви, да, Зумби, что еще. Это Google Play тот же самый тоже вышел на российский рынок. И я уверен, что большинству взрослым людям вообще, в принципе, которые сами зарабатывают деньги, им проще вот такую ежемесячную плату давать и спокойно не заниматься всякой фигней по скачиванию отдельно серий сериалов, когда они выйдут, а просто запускать у себя на ночь, глядя там перед сном этот сериал вот с удобного ему сервиса. То же самое касается игр. Когда появился Steam, проблема пиратства по-хорошему решилась. Зачем мне идти там на какую-нибудь горбушку покупать диск или заниматься тем же торрентами, а потом пляски с бубнами, как мне патчи там установить и прочим фигней, если у меня просто все игры сразу в библиотеке. Захотел, скачал, начал играть, надоела игра, стер ее. Всего лишь вопрос удобства. Тем не менее, из-за пиратства появились вот такие всякие ублюдочные форматы типа фри-ту-плей, выпуск недоразвитых игр, которые потом развиваются с помощью DLC. Это все порождение пиратства на самом деле. Когда издатели пытаются привязать нас к оригинальной игре, чтобы потом дополнениями типа проще было еще добрать тех денег, которые, по их мнению, их лишает пиратств. Именно поэтому вот у меня такие надежды на какие-нибудь сетевые пошаговые игры, просто потому что, если выходит такая хорошая игра, то она продается большим тиражом, потому что людям сложно найти себе вне лицензионного поля соперников. Я думаю, Цива очень много заработала, именно потому что люди, которые играли на пиратке, решили все-таки попробовать себя в сети и купили лицензионную версию. А для того, чтобы в сети было интересно играть, надо и сингл сделать вменяемый. Ну да, есть вот типа игры как Gremlins, которые в принципе такие заточены на сеть, но там надо, чтобы и аудитория была. А большие, крупные такие пошаговые стратегии, вот как там Master of Orion, которые скоро... Ну, как не скоро, а которые сейчас у нас у всех на устах, или Endless Legend, или Endless Space второй, у них должен быть крепкий сингл, интересный, разобравшись в котором, человеку хочется попробовать себя в сети. Если есть такая возможность, то уже приходится покупать лицензионную игру. Вообще, интересная история развития авторского права. Все началось с нот. Когда-то, ну, не в Средневековье, а когда-то в 16 веке, по-моему, когда появились первые такие известные композиторы, ну, всемирные, европейские известные композиторы, то как люди у себя дискотеку дома устраивали? Естественно, не было никаких магнитофонов и прочего. Ну, были какие-то популярные мелодии из каких-то опер, сонаты, симфонии, ноктюрны. И дома вместо музыкального центра стоял клавесин, скорее всего, ну, или фортепи, или фоно какое-нибудь. И люди приобретали ноты той популярной мелодии, которая им понравилась, и играли. Вот такая местная дискотека у них была. И композиторы зарабатывали, собственно, тем, что продавали права на издание нот. И ноты, вот это было первое авторское право. Потому что не имели вы права от руки переписать. Ну, конечно, все этим занимались, все равно там что-нибудь переписывали ноты, но вы должны были их купить. Потом это все там перешло и на пластинки, и на бобины, и, соответственно, на диски. Кстати, вот тоже многие люди говорят, раз я купил, например, диск с музыкой, то я имею право использовать эту песню где угодно. Хотя, опять же, на самих дисках и прочем было написано, что вы просто покупаете носитель, а не сами песни. То есть вы покупаете возможность их послушать. Как только у вас этот диск портился, то, соответственно, вы все права на эти песни теряли. И сейчас, вот в нынешнюю цифровую эру, считайте, эта несправедливость закончилась, потому что купив цифровую копию песни, она у вас уже навсегда останется, она не может испортиться. То же самое касается и игры. Причем, чем мне нравится Steam, что они постоянно оптимизируют игры под все платформы. Ну, под современные хотя бы. Понятно, что вряд ли уже на Windows XP многие игры пойдут, но как только вы ставите современную платформу, вы уверены, что те игры, которые у нас находятся в библиотеке, на ней запустятся. Тут уже невозможно, опять же, выпускать постоянно старые игры под соусом того, что это ремастеринг, иначе она не запустится. Ну, только совсем уже там ретро, типа Grim Fandango, Третьих Героев, что-нибудь такое. К тому же авторское право вот именно толкает обладателей этого авторского права заниматься и старыми проектами. Например, какие-нибудь старые фильмы реставрировать и выпускать их в новый прокат, потому что это тоже возможность заработать деньги. А если бы оно было в общем достоянии, это было бы никому не нужно, потому что было бы невозможно на этом деньги заработать. Это были бы какие-нибудь, возможно, энтузиасты бы взялись, а может быть и не взялись, понимаете? То есть я к тому, что деньги в основном это и есть двигатель прогресса, а не альтруизм. Я не хочу обсуждать, хорошо это или плохо, это просто так есть. Поэтому если так вот подытожить этот общий разговор про авторское право, то мое мнение, что автор или владелец прав на это произведение имеет право, извините, за давтологию, делать и выставлять условия потребления этого произведения, как ему вздумается. По-моему, мы обязаны уважать это его право. Другое дело, мы находимся в таких странах, где зачастую просто невозможно официально и лицензионно что-то приобрести, чтобы авторам или создателям этого продукта ушли деньги. Но если это все-таки возможно, то не надо придумывать себе никакие оправдания в виде того, что а вдруг мне игра не понравится, а вдруг кино неинтересное. Это оправдание для школьников, у которых денег мало и они пытаются хоть как-то добраться к прекрасному. Для всех остальных существуют обзорщики игр, типа как я, рецензии на фильмы и так далее и тому подобное. Поэтому в нынешнем мире, боже, опять код прибежал так и день зрителям. Пузень свою розовую. Так что, в нынешнем мире заниматься пиратством, ну, это, по-моему, странно. Вы таким образом просто ограничиваете создателей в возможностях того, чтобы они могли заработать деньги на что-то другое. когти дерет меня об ногу. На данный момент очень много всяких способов заплатить деньги. Есть Kickstarter, где вы заранее оплачиваете, да, разработку. Есть Steam, где вы можете через два часа игры вернуть деньги. А с нынешним вот развитием всяких летсплеев я вообще не понимаю, зачем надо тратить время на то, чтобы скачивать пиратскую версию вместо того, чтобы не посмотреть летсплей какого-нибудь человека и не понять, понравится вам эта игра или нет. Не хочется смотреть летсплей, опять же, возвращаюсь к обзорам, да. Так что, я вообще не вижу никаких причин для того, чтобы сейчас заниматься пиратством. Ну, на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Канал Леши играет. Раз вы достреляли до конца, то не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. А также подписаться на канал, если его еще нет. И не занимайтесь пиратством, а платите авторам, если они того хотят. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.